Всем привет! Rhapsody Emblem, Rhapsody в стиле блюз, Голубая Rhapsody, Rhapsody в блюзовых тонах, Rhapsody в голубых тонах – это одно из самых известных произведений американского композитора Джорджа Гершвина. Пьеса была заказана американским бэнд-лидером Полом Уайтманом, тогда еще начинающему композитору Гершвину, как эксперимент. Эксперимент по созданию нового музыкального стиля, сочетавшего в себе джаз и классическую музыку. Rhapsody была впервые исполнена автором 12 февраля 1924 года в Нью-Йорке в сопровождении оркестра Пола Уайтмана. Русское название произведения «Голубая Rhapsody» возникло под влиянием значения английского слова «блю», которое обозначает не только «синий», «голубой», но и «грустный», «печальный». Оркестровку Rhapsody 1924 года для фортепианной джазовой группы выполнил работавший на Пола Уайтмана профессиональный музыкант Фердинанд Графе. Он же позже и осуществил версию для фортепиано и симфонического оркестра. Именно в этой редакции Rhapsody сейчас и известна. В 16 лет Джош Гершвин стал штатным пианистом в издательстве, рекламируя новые песни на знаменитой улице в Нью-Йорке, где располагалась группа нотных издательств, которые окрестили Тин Пен Элли. Он также начал писать и собственные песни, продолжал свое музыкальное образование, оттачивал мастерство как пианист и никогда не боялся пробовать что-то новое. Гершвин не получил систематического музыкального образования и всем своим достижениям в области композиции он обязан самообразованию и частным занятиям композиции и инструментовкой с Марисом Равелем, Игорем Стравинским и Арнольдом Шомбергом. Пол Уайтман продвигал джаз всеми способами, пытаясь придать ему респектабельность, приемлемую для белой американской публики. Не будем забывать, что это было еще то время, когда чернокожих граждан США еще не пускали в общественные места. По профессии же Уайтман был классическим скрипачом и альтистом. В его оркестре играли музыканты только с академическим образованием. Таким образом, импровизация, на которой стоит джаз, сводилась к минимуму. Все они играли по нотам. Поэтому идея сделать джазовую прививку классической традиции была Уайтману очень близка. Таким образом, чистолюбивый Уайтман хотел застолбить эту территорию первым. Он был знаком с Гершвином по совместной работе в одном из его мюзиклов и начал с ним переговоры. Гершвин не говорил ни да, ни нет, потому что не возражал, но был занят другими проектами. Тогда Уайтман пошел ва-банк. Он дал в прессу рекламный анонс концерта с именем Гершвина в программе. Эта информация ошеломила композитора, так как через три недели должна была состояться премьера его мюзикла «Сладкий маленький дьявол». Он был очень занят, и вдруг такая новость. За несколько дней он, оказывается, должен сочинить новый концерт. Чтобы прояснить ситуацию, композитор позвонил Уайтману, и дирижер объяснил Гершвину, что сделать такое заявление в прессе его заставила сложившаяся ситуация. Дело в том, что его конкурент захотел присвоить идею с экспериментальным концертом. Поначалу Гершвин сомневался, ведь времени оставалось очень мало. Но дирижер все-таки его уговорил. Композитор сразу приступил к сочинению нового произведения. Он работал даже тогда, когда переезжал в Бостон, где должна была состояться премьера его нового музыкального спектакля. Так, например, главная тема рапсодии в стиле блюз была написана в поезде. В итоге Гершвин писал не джазовый концерт, а именно рапсодию – произведение в свободном стиле. Хотя вначале хотел вообще ограничиться простым коротеньким блюзом. Однако, получив толчок, его музыкальная фантазия развивалась как бы сама собой. Очень легко и стремительно. Композитор позже вспоминал, цитирую, Внезапно мне пришла в голову идея. Так много болтали об ограниченности джаза, так неверно понимали его функцию. Принято считать, что джаз должен звучать в одном темпе и основываться только на танцевальных ритмах. Я решил, насколько это возможно, разбить эту ошибочную концепцию одним ударом. Вдохновленный этой целью, я принялся писать с непривычной скоростью. У меня не было ни плана, ни структуры, которым бы подчинялась моя музыка. Рапсодия таким образом начиналась без плана. В поезде под грохот и стук колес я вдруг услышал и даже увидел на бумаге всю конструкцию рапсодии. От начала до конца. Мой мозг не прекращал работу над тематическим материалом, и я постигал композицию в целом. Я слышал ее, как музыкальный калейдоскоп Америки. Наш кипящий котел, нашу многонациональную энергию, наши блюзы, нашу столичную суматоху. Когда я прибыл в Бостон, у меня в голове уже был набросок всей пьесы, хотя и отличавшийся от ее окончательного варианта. Что касается средней темы, она появилась неожиданно, как это часто случается с моей музыкой. Это было в доме друга. Музицировать в гостях – моя слабость, как вам известно. Так вот, я наигрывал что-то без всякой мысли о рапсодии в блюзовом тоне или каком-либо другом цвете. Вдруг я услышал, что играю тему, которая возникла внутри меня, требуя выхода. Прежде чем я доиграл ее до конца, я понял – это то, что нужно. Через неделю после возвращения из Бостона я завершил рапсодию в блюзовых тонах. Завершил? Конечно, не целиком. Некоторые пассажи не были записаны в партитуру. Время так поджимало, что я решил импровизировать их на первом концерте. Особенное удовлетворение доставило мне то, что я доказал свою мысль. Рапсодия в блюзовых тонах определенно написана не в одном темпе, несмотря на то, что в ней имеются танцевальные ритмы. Ранее, когда Гершвин проигрывал друзьям новую музыку, кто-то спросил, как она будет называться. Композитор на то ответил – «Американская рапсодия». И тогда Айра предложил другое название. Как раз в тот день он побывал на выставке в Музее искусства и видел работы Выслера «Ноктюрн в голубом и зеленом», «Композиция в сером и зеленом». Так, услышав музыку брата, он сказал, «Почему бы не назвать ее рапсодия в блюзовых тонах». В одной из нью-йоркских газет Айра вычитал, цитирую, «Комитет решит, что есть американская музыка». Так, в день премьеры 12 февраля 1924 года в Йоулин холле Нью-Йорка собрались певцы, пианисты, звезды джаза и мюзикла, выдающиеся критики и академические композиторы, среди которых были Сергей Рахманинов и Игорь Стравинский. Программа концерта, объявленного экспериментом современной музыки, включала произведения множества авторов с использованием элементов джаза. Поначалу эксперимент явно не вызвал восторга у публики. Итак, цитата из книги музыковеда Ольги Манулкиной «От Айвза до Адамса. Американская музыка XX века». К моменту, когда на сцену вышел Гершвин, некоторые слушатели начали двигаться к выходу. Кларнитовый пассаж Роса Гормана вернул их на места. Он еще не добрался до верхнего себе моль, как успех предприятия Уайтмана был делом решенным. Публика не иствовала. Рос Горман – это кларнетист-виртуоз. Это он предложил на репетиции, а Гершвин сразу же одобрил, те самые знаменитые джазовые глиссандры и смеющиеся ноты для своего начального соло. Гершвин играл неподражаемо. Зал захлебнулся бурей оваций. Критика единодушно приветствовала Гершвина, но самое главное достоинство сочинения заключалось в том, что впервые произошло соединение состава оркестра, ассоциирующегося с произведениями Моцарта, Бетховена и блюзового стиля. С легкой руки Уайтмана новое направление стали именовать симфоджазом. Интересно также и то, что американские музыковеды в то время писали о близости главной темы лирическим мелодиям Чайковского. Так, например, американский критик Айзек Гольдберг назвал ее темой Чайковского, транспонированной в американский стиль. Лично для Гершвина эта рапсодия была судьбоносной. Она вынесла его с позиции бродвейского хитмейкера на новые высоты, близкие к академическим. Он сразу же получил новый заказ на сочинение фортепианного концерта от Нью-Йоркского симфонического общества. И отныне его карьера вышла на новый уровень, говоря о том, что рапсодия принесла ему целое состояние. В год премьеры 1924 Гершвину исполнилось 25. Спустя 10 лет он напишет оперу «Порги и бес» и станет признанным классиком американской музыки. Для музыки США рапсодия «Эмблю» тоже очень важна. В США, наконец, появилась своя классика – американская по духу и смыслу. Через несколько лет у Гершвина начинаются проблемы со здоровьем. Он начинает терять сознание, падать. Композитор жалуется на сильную головную боль. Врачи находят опухоль головного мозга и помещают его в клинику. Там, в бессознательном состоянии, он и умер утром 11 июля 1937 года, не дожив до 39 лет. В этот же день газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала «Некролог». Цитирую. Джордж Гершвин – 38-летний композитор. Скончался сегодня в 10.35 в госпитале «Ливанские кедры». В течение пяти часов он боролся со смертью после операции по удалению опухоли головного мозга. Решение о хирургическом вмешательстве было принято после резкого ухудшения состояния композитора, случившегося в полночь. На следующий день выступил Арнольд Шомберг, лично знакомый с Гершвином и ценивший его творчество. Он сказал следующее. Цитирую. Джордж Гершвин был одним из редких музыкантов, для которых музыка не сводилась к вопросу о больших или меньших способностях. Музыка была для него воздухом, которым он дышал, пищей, которая его насыщала, напитком, который освежал. Музыка была тем, что он чувствовал, чувством, которое его наполняло. Первозданность такого рода дана только великим, и, без сомнения, он был великим композитором. То, что он совершил, это вклад не только в американскую музыку, но и в музыку всего мира. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok